Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня генетик, один из создателей компании «Генотек» Валерий Ильинский. Здравствуйте. Да, Валерий, слышите ли вы нас? Слышим, я вас слышу хорошо. Теперь вы появились в нашем эфире и мы также вас слышим. Да, звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 230-6191. Если вы звоните из-за рубежа, код Латвии плюс 371. Сейчас довольно много разговоров о том, что новый коронавирус создан искусственно. Что об этом знает и может ли об этом что-то сказать генетика? Ну, генетика знает довольно много о существующем коронавирусе. Геном коронавируса был расшифрован еще в самом начале эпидемии. И сейчас известно много тысяч геномов коронавируса из разных стран мира. И довольно хорошо и довольно уверенно доказано, что этот коронавирус не был создан искусственно, а произошел от подобных коронавирусов, которые есть, например, у летучих мышей. Доказано с помощью чего? Могли бы вы пояснить? Ну, смотрите, как это доказывается. Предположим, мы расшифровали геном коронавируса, который сейчас заражает человека. И расшифровали геном коронавируса у летучих мышей. И оказалось, что геном коронавируса человека отличается от генома коронавируса у летучих мышей на одну мутацию. При этом мы знаем, что такие мутации появляются у коронавируса в 4 месяца, например. Соответственно, для того, чтобы коронавирус от летучих мышей смог заражать человека, должно пройти примерно 4 месяца. Но это в целом довольно небольшой промежуток времени. Поэтому каких-то причин предполагать, что кто-то намеренно, искусственно что-то делал, сейчас нет. Следов вмешательства генноинженерных каких-то инструментов, они не были замечены там? Нет, никаких следов, ничего искусственного не было обнаружено. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить? Во-первых, большое количество сторонников теории заговора. Это первый момент. И второй, что есть отдельные ученые, которые считают, что вирус мог быть создан искусственно. Хотя мировое научное сообщество склоняется к версии, что он естественного происхождения. Вот у вас есть объяснение этому такому настроению? Ну, пожалуйста, сторонников теории заговора. И вообще людей всегда много, особенно в тех областях, где специалистов мало. И каждый человек хочет тоже быть немножко специалистом. Знаете, как сейчас шузят, что раньше примерно каждый второй был политологом, а теперь каждый второй стал вирусологом. Ну, в целом, если каждый второй вирусолог, тогда теории могут быть множество. Эти теории могут иметь разные доказательства или не иметь доказательства вообще. Это скорее больше вера, нежели наука. У ученых есть свои теории, которые ученые пытаются разными способами доказывать или опровергать. И вот теория о том, что этот вирус был создан искусственно, она не имеет, ну, или почти не имеет сторонников в научном сообществе. Ну, вот, например, есть обладатель Нобелевской премии, получила Нобелевскую премию, насколько нам известно, за открытие ВИЧ. Французский вирусолог Люк Монтанье или Монтанье. Выдвинул он версию о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. И многие сейчас как раз сторонники этой версии, они говорят, ну вот посмотрите, это же Нобелевский лауреат, он говорит, разве можно ему не верить? Ну, есть много утверждений, гипозис, предположений, но это все утверждения и гипозис предположения до тех пор, пока не появляются какие-то убедительные доказательства. А этих доказательств нет, ну, по крайней мере, там пока что они предъявлены не были. Поэтому, ну, это история как про веру. Можно верить, можно не верить, но доказательств нет. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии и пишите в WhatsApp 230-6191. Насколько быстро мутирует этот вирус вот сейчас, передаваясь от человека к человеку, можно ли сейчас это как-то проследить? Да, это довольно хорошо прослеживается. Ну, вирусы вообще, в принципе, любые вирусы, они довольно быстро мутируют. По крайней мере, мутируют гораздо быстрее, чем, например, геном человека. Это связано с тем, что у человека и вообще у высших организмов есть способы, как исправлять ошибки, которые возникают случайным образом в ходе копирования ДНК. А у вирусов таких механизмов исправления нет. А более того, у некоторых вирусов даже существуют специальные механизмы, которые увеличивают количество таких ошибок, чтобы просто увеличивать разнообразие этих вирусов. Вот если мы говорим про текущий коронавирус, то он мутирует, конечно, гораздо быстрее, чем мутирует средний человек, но он мутирует гораздо медленнее, чем многие другие вирусы, которые известны. Ну, там, сравнивая, например, с вирусом у минуты 10 человека или с вирусом гриппа, по сравнению с ними коронавирус суперстабильный. За то время, которое прошло с момента распространения эпидемии коронавируса из китайского Уханя, в целом уже сейчас открыто несколько сотен мутаций в геноме коронавируса. И даже внутри России известно несколько десятков мутаций, которые возникли в ходе распространения коронавируса в пяти России. Но это все довольно небольшое количество событий, опять же, по сравнению с другими известными вирусами. Поэтому можно сказать в целом, что коронавирус довольно стабилен. Но можно ли сказать, если говорить таким обывательским языком, что вирус учится? То есть эти мутации – это как раз его эволюция в какой-то степени? Нет, мутации – это не обучение. Совершенно некорректно сравнивать появление новых мутаций с обучением. Мутации – это ошибки. Ну, проще всего это объяснять как по такому простому человеку на такой аналогии. Предположим, у вас есть поваренная книга, и там есть рецепт. И вы этот рецепт переписываете от руки каждый раз. Ну, например, там было изначально написано – положите две ложки соли и две ложки сахара. Вы переписываете, совершили ошибку. Вместо двух ложек соли написали две ложки соды. Ну, теперь кладете две ложки соды. Дальше переписываете, переписываете, переписываете. И вместо двух ложек соды пишите уже три ложки соды. Если вы вместо соли кладёте соду и не 2 ложки, а 3 ложки, наверное, получается невкусно, это плохо. А если вы вместо 2 ложек сахара кладёте 20 ложек сахара, то, наверное, получится лучше. Вот мутации, они возникают спонтанно, случайно, и они совершенно не имеют ничего общего с обучением. Но при этом есть определённый естественный отбор. Ну, вот вообще, в принципе, у всех животных есть естественный отбор, у всех организмов есть естественный отбор. И определённые преимущества могут у каких-то организмов возникать. И в этом случае такие мутации закрепляются. В случае с вирусами, ну, есть у других вирусов известны разные механизмы, опять же, которые позволяют быть более устойчивыми. Например, у вируса иммунодификации человека довольно быстро появляются новые мутации, что позволяет этому вирусу постоянно ускользать с иммунного ответа человека, и поэтому этот вирус в целом довольно тяжело лечить. Вот это не случай коронавируса. То есть пока что у коронавируса не появлялось каких-то новых мутаций, которые давали бы коронавирусу каких-то преимуществ. То есть получается, что ошибка, ну, мутация является ошибкой, как вы сказали, но ошибка может давать преимущество вирусу. То есть это не исключено. То есть оно делает его сильнее в какой-то степени. Ошибки могут давать преимущества, они могут давать недостатки, и они могут никак не влиять. И примерно в 99% случаев те мутации, которые возникают, они никак не влияют. Некоторые, довольно большое количество мутаций, влияют негативно, нарушая те или иные функции. И лишь исключительное количество случаев могут давать какие-то дополнительные преимущества. Ну вот Виктор Зуев, известный российский вирусолог, который был у нас в эфире, он говорил о том, что вирус не заинтересован в убийстве носителя, то есть он не заинтересован в том, чтобы люди умирали. Получается, что когда люди умирают от вируса, это тоже можно назвать его ошибкой, ну, если так, опять же, переводить на человеческий язык. То есть он не рассчитал свою силу, или как это можно объяснить? Нет, ну, чтобы не было большого события эволюции. То есть коронавирус заражает людей ничтожное с точки зрения эволюции количество времени. Вот если бы мы бы сами говорили о вирусе, который заражает человека на протяжении нескольких сотен тысяч лет, тогда можно было бы говорить о какой-то эволюции. Пока что, ну, так получилось. Но вот, опять же, если говорить более расширенно о вирусах, ведь у Эбола, например, летальность там около 75%. То есть, соответственно, если рассматривать это с точки зрения того, что сказал Зоев о том, что вирусу невыгодно убивать носителя, то есть почему существуют вирусы, которые так быстро убивают своих носителей? То есть есть ли объяснение у ученых вот этой концепции? Ну, у ученых нет объяснения, почему существует разнообразие видов. Так получилось. Вообще появление новых видов любых организмов – это довольно большое сочетание довольно случайных факторов. Почему и произошло, а не иначе? Ну, как правило, невозможно. Почему у птицы есть клюв? Ну, это некое приспособление. Почему там клюв именно такой формы, а не другой? Ну, так получилось. Вот то же самое касается вирусов. Есть огромное множество вирусов, которые представляют угрозу для жизни человека или других организмов. Есть точно так же огромное множество вирусов, так называемых латентных вирусов, которые есть практически у каждого человека и которые вообще не оказывают никакого влияния на здоровье человека. Ну, так получилось. Ну, а зачем вирусу все-таки убивать самому, самому убивать себя, если он, как мы понимаем, стремится наоборот к экспансии? Или это скорее исключение? Вирус не стремится ни к убийству, ни к экспансии. У вируса нет нервной системы, у него точно нет главного мозга, чтобы что-то планировать. Так получается. Вирусы есть литические, которые просто с точки зрения механизмов своего действия размножаются, выходят из клетки только в том случае. Эти клетки разрушают. Вирусы есть там нелитические, которые могут выходить из клеток без разрушения. Вирусы могут создавать угрозу для здоровья, могут не создавать угрозу для здоровья. Есть очень много разных вирусов, и их механизм действия – это не та вещь, которую они как-то программируют, контролируют или еще что-то. Как вы относитесь к такому предположению или, может быть, теории, что вирус со временем в результате мутации станет менее опасным и со временем вообще безопасным для человека? Ну, безопасность – это всегда довольно условное определение. Действительно можно ожидать, что вирус с течением времени будет становиться менее опасным для человека. Ну, по крайней мере, такое наблюдается в отношении некоторых вирусов. Но, Мадрид, нет гарантий. Может быть, и не станет. А насчет иммунитета что-то понятно сейчас? Иммунитета коронавируса у человека? Валерий, вы сейчас пропали у нас. Механизмы иммунитета у человека. Да, вы вернулись. Да, вы вернулись. Механизмы иммунитета довольно хорошо изучены у человека. И поэтому в целом известно, как иммунитет человека реагирует на заражение коронавирусом. Ну, то есть, как формируется иммунный ответ, мы уже знаем. Потому что ученые часто, можно услышать такую точку зрения, мы не знаем, будет ли этот иммунитет пожизненным или на какое-то время, или будет как с гриппом, что необходимо будет прививаться каждый год, потому что меняется там составляющая части и так далее. То есть, насколько сейчас, какими по последним данным мы обладаем информацией какой? Смотрите, развеетесь на кого? Почему нам нужно каждый год прививаться, делать новую прививку против гриппа? Потому что грипп каждый год, ну, эпидемия гриппа вызывается каждый год немножко разными штабами. У гриппа есть разные ряды, он может еще обмениваться, и поэтому каждый год грипп немножко разный. Это не случай коронавируса, коронавирус сейчас один и тот же всегда и везде. Известно, что иммунитет человека может вырабатывать постоянную защиту, довольно долговременную защиту в отношении тех вирусных заболеваний, которыми человек раньше переболел. Это касается не абсолютно всех вирусных заболеваний, но довольно большого числа. При этом такой длительный иммунитет, он не всегда вырабатывается после именно такого тяжелого течения заболеваний, иногда в достаточной легкой форме. И опять же нужно понимать, что этот долговременный иммунитет вырабатывается далеко не у всех людей. Точнее, он у большинства людей вырабатывается, но есть определенная доля людей почти всегда, у которых этот иммунитет вырабатывается не на очень долгий срок или не вырабатывается вовсе. Поэтому некоторые люди, например, несколько раз в жизни болеют иммунитет к ветерянке. То же самое в целом и с коронавирусом. Скорее всего, у большинства людей иммунитет вырабатывается. Но насколько долго он сохраняет и у какого количества людей он не вырабатывается, это тот вопрос, на который еще предстоит ответить. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Стефанида Симурова. Да, Стефани. В вашем лице привет всем светилам науки. Работайте, братья. А у меня вот такой вопрос к вам. Мне было лет 14, и я заболела гриппом. Это вот я точно знаю. И потом он меня никогда в жизни не посещал. Так вот, сейчас у новой популяции молодой, может быть, зря отняли эту возможность получить крепкий иммунитет на всю жизнь. А иммунитет чем раньше получил, тем это лучше, он легче переносится, этот весь вирус. И, как сказать, пожертвовали их иммунитетом ради стариков, там, 75-80-летних. Дело в том, что это же, ну, нехорошо. За этими стариками и так досматривать некому, да? В принципе, в мире, да? И что вы предлагаете? А что я предлагаю? Пусть дети ходят, пусть учатся, да? Пусть перенесут эту заразу, получат иммунитет целое поколение человечества, да? А так что? Да, спасибо вам. Ну, вот такой комментарий. Ну, наверное, решили о коллективном иммунитете. Мне кажется, что такие комментарии, они, к сожалению, встречаются в обществе, они крайне вредны. Дело в том, что, ну, если мы говорим про грипп, иммунитет к гриппу пожизненный не существует и быть не может. Ну, как раз из-за того, что я объяснял, что каждый год грипп разный. В отношении коронавируса, от коронавируса умирают и молодые, и пожилые. Да, смертность среди молодых отмечает большое количество людей в возрасте 20, 30, 40 лет уже умерло от коронавируса и будет умереть дальше, если люди будут свободно, халатно, спокойно относиться к этому заболеванию. Это заболевание – это угроза для жизни. Угроза для жизни любого человека вне зависимости от его возраста или чего-то еще. У кого-то эта угроза больше, у кого-то эта угроза меньше. Оценить степень этой угрозы заранее практически невозможно. Есть определенные вещи, которые точно повышают риск, но точно нет факторов, которые бы гарантировали, что человек никогда не заболеет коронавирусом. Поэтому сейчас самое разумное, что можно сделать, это соблюдать разумные меры предосторожности всем людям, вне зависимости от их возраста, состояния здоровья, убеждений, вероисповедания и так далее. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Так сорвался звонок. Напомним, телефоны прямого эфира, вы можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, слушаю. Я до 9 лет жила в Забайкалье. И когда в 6 классе, у нас весь класс болел гриппом, кроме меня, для меня это было ужасно в 6 классе. А брат у меня родился здесь. И его любая, вот чуть ноги промочит, ангина, гриппом, все время что-то хватало. И некоторые врачи говорили, что это именно вот от того, что я жила в континентальном климате, родилась, а он здесь. Поэтому, вот действительно это зависит от места рождения и проживания человека, иммунитета или нет? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, от места рождения точно не зависит, ну, именно там, с точки зрения географического положения. Но состояние иммунитета и вообще в целом иммунитета, он может в первой степени зависеть от условий жизни человека. И поскольку большую роль в развитии иммунитета играет детский период, в том числе и детский возраст, то, где, как жил ребенок в детстве, может играть определенную роль. Это довольно интересно было показано на таком примере. Есть карелы, которые живут в России и Финляндии. Это один народ, с точки зрения генетики, это один народ, который живет просто по две стороны от границы. И у них довольно сильно отличается склонность к аутоиммунным заболеваниям, там частота встречаемости аутоиммунных заболеваний. Те дети, которые живут в Финляндии, они к аутоиммунным заболеваниям подвержены в большей степени, чем дети того же самого народа генетически, которые живут на территории России. И объяснение этому выделили гипотезу, что поскольку дети в Финляндии живут в более чистых условиях, менее часто сталкиваются с разными патогенами и не патогенами в окружающей среде в ходе своего детства, то их иммунитет более склонен к развитию аутоиммунных реакций. А те дети, которые живут на территории России, они чаще сталкиваются с разнообразными патогенами, поэтому иммунитет, грубо говоря, тренируется в детстве, и поэтому у них меньшая склонность к аутоиммунным заболеваниям. Таким образом было показано, что действительно условия жизни, в том числе в детском периоде, они влияют на, по крайней мере, некоторые иммунные реакции. При этом говорить о том, что человек жил в континентальном климате, поэтому не болеет, а человек, который живет на море, болеет, было бы, наверное, некорректно. Настолько обобщений, наверное, такие обобщения были бы не в... У нас звонок еще. Здравствуйте, как вас зовут? Так, сорвался у нас звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефон на прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вам люди звонят, говорят, вы так пренебрежительно, к их мнению относятся, типа того, что они ничего не понимают. Да, они, может быть, не обладают знанием, но интуитивно народ чувствует, что происходит. Да, вопрос задавайте, пожалуйста. вопрос. Вот как ваше мнение к той речи, которую сказал академик Чичалин. Он же ясно сказал, что вы, господа, перегибаете палку, а Максим Шевченко пять раз у него брали тесты, а потом вдруг оказалось, что у него, так сказать, пневмония какого-то вида. Вы даже сами не знаете. Вопрос задавайте. В чем ваш вопрос все-таки из всей вашей реплики? Вопрос в том, что вот как вы считаете, не оглядываясь, так сказать, на власть, вот что происходит? Или это чисто, так сказать, банкротство всей вот этой экономической системы, которая старается свалить все на этот вирус? Или это... Вы понимаете, что с нами генетик на связи сейчас, а не экономист? Ну, академик, он тоже политик. Да, спасибо. Ну, вот такая. Ну, отвечу, да, я точно не политик и точно не экономист, поэтому ничего про банкротство сказать не смогу. И на власть тоже довольно сложно оглядываться, когда мы говорим с вами о геноме коронавируса. Все-таки власть геном коронавируса мало контролирует, если контролирует вовсе. Да, звоните нам 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 телефона прямого эфира. Что касается генетической предрасположенности, это нередко можно услышать в контексте, например, онкологических заболеваний, хотя там тоже ведутся споры и не все так однозначно. Вот есть ли что-то такое? Можно ли говорить о том, что человек генетически предрасположен к тому, что может заболеть раком? Известно определенное количество маркеров, которые делают человека более склонным к развитию онкологических заболеваний. Более того, известны даже некоторые онкологические так называемые синдромы, то есть генетические нарушения, которые с огромной вероятностью близкой к процентам приводят к тому, что у человека в течение жизни развивается какое-либо онкологическое заболевание. Один из таких примеров синдром Линча, второй из наверное известных примеров это наследственные формы рака молочных желез, рака яичников. Собственно, то из-за чего Анджелина Джоули делала операцию астоктомии, аллорактомии. При этом, кроме вот таких семейных когда ну так называемые формы рака, которые зависят в меньшей степени от генетики и зависят во многом от внешних факторов, начиная от возраста и заканчивая экологией случайными факторами, случайными обстоятельствами, в которые попадает человек. есть некоторые виды рака, которые к генетике не имеют вообще почти никакого отношения. Наверное, такой яркий пример это рак шейки матки, который вызывается вирусом папиллома человека, вирусным заболеванием и к генетике человек имеет крайне малое отношение. Если говорить о генетических заболеваниях и возможности их починить, потому что самое дорогое лекарство в мире, оно там стоит по-моему около миллиона долларов за прием, как раз связано с починкой гена, его вводят один раз, если я не ошибаюсь, и таким образом можно спасти человека. Вот насколько далеко наука и генетика в частности в этом смысле продвинулась? Можно ли чинить сломанные гены и можно ли лечить сложные генетические заболевания, тяжелые генетические заболевания сегодня? Ну, смотрите, сейчас известно порядка шести тысяч разных генетических заболеваний, и большая часть этих генетических заболеваний не имеют вообще никакого лечения. Для некоторой части, примерно 20%, существует некая терапия, которая позволяет компенсировать генетические дефекты. Это не лечение, это некая терапия, которая позволяет повышать качество жизни людей с такими заболеваниями. И сейчас разрабатывается в качестве экспериментов некоторые экспериментальные подходы в отношении буквально единичных заболеваний, где действительно ученые пытаются корректировать генетический дефект. К большинству таких разработок нужно пока что относиться именно как к клиническим испытаниям новых лекарственных препаратов. Пока это единичные случаи. Если говорить о... В будущем действительно ученые научатся редактировать наш геном так, чтобы лечить наследственные заболевания. То есть насколько далеко мы в этом смысле продвинулись или можно сказать, что мы только в начале пути? То есть сломанный ген мы пока чинить не умеем, правильно? Сломанный ген мы пока чинить в большинстве случаев не умеем, но при этом по крайней мере мы понимаем в чем причина и понимаем, что нам нужно будет починить в ближайшем будущем. Вот когда при беременности в ряде стран делают тесты на генетические отклонения, в Норвегии от них отказались, потому что считают, что система достаточно для того, чтобы женщина, семья могла воспитать ребенка с генетическими нарушениями, но тем не менее, вот если тест показывает, что велика вероятность генетического отклонения, то в этом смысле уже ничего сделать нельзя, чтобы ребенок родился здоровым. Или есть какие-то методы, болезнь дауна и так далее и подобное. Такие вот генетические заболевания, они возникают, случаются на первых этапах эмбрионального развития или наследуются от родителей, и когда делается такой тест, исправить уже ничего нельзя. То есть мы уже констатируем, что женщина имеет плод, у которого есть какое-то генетическое нарушение. Исправить это генетическое нарушение ни в ходе беременности, ни после рождения ребенка уже не получится. Генетика сейчас работает. Какие вызовы стоят перед вами и какая мечта есть ли у генетиков? Потому что если мы говорим про астрофизиков или про космонавтов, многие из них говорят о том, что наша цель найти жизнь. Вот у генетика есть мечта сегодня? У генетиков нет какой-то конкретной мечты, найти жизнь или слетать на Марс. Есть несколько вещей, на которые сейчас медицинская генетика обращает большое внимание. Первая вещь это вообще из этих трех миллиардов нуклеотидов мы точно хорошо понимаем, как работает примерно 5%. Это самые важные 5%, но при этом есть еще 95%, которые как-то наверное влияют на нашу жизнь, но мы пока не уверены как именно. Вот одна из задач это понять, как именно влияют оставшиеся часть генома на нашу жизнь. Может быть никак, а может быть как-то влияют. Это одна из вещей. А вторая вещь, мы уже говорили, это вопросы редактирования. То есть пока что генетика занимается констатацией факта. Вот мы обнаружили мутацию, вот она является причиной заболевания. Но конечно хочется научиться эти мутации исправлять, редактировать, так чтобы лечить в первую очередь наследственные заболевания, а во вторую очередь менять те предрасположенности, те факторы генетического риска, которые у человека могут быть. Что касается хронических заболеваний в контексте с коронавирусом, имея ряд хронических заболеваний и причиной смерти, ну к примеру, называют скажем инфаркт. То есть можно только догадываться о том, что человек умер именно от коронавируса, а не от других хронических заболеваний, ряд которых у него был выявлен до этого. Ну смотрите, это довольно большая дискуссия, люди умирают от коронавируса или люди умирают с коронавирусом. Потому что ну действительно любое инфекционное заболевание, оно повышает нагрузку на организм человека, если у него есть какие-то хронические заболевания, то эти хронические заболевания могут обостряться. Человек действительно может умереть от хронического заболевания, а не от коронавируса, даже будучи инфицированным коронавирусом. Но при этом коронавирус тоже может являться причиной смерти. То есть это дискуссионный еще вопрос и точного ответа нет в данном случае? Это довольно сильно дискуссионный вопрос, вряд ли тут будет какой-то и что именно стало причиной смерти, какую-то одну причину смерти выявить практически невозможно. Может ли вирус передаваться от мертвого человека? Возможно ли это? Или таких исследований еще нет? Коронавирус сохраняется определенное количество времени вне человека, не только внутри мертвого человека, но и просто на поверхностях. Но этот период относительно небольшой. Он измеряется небольшим количеством часов или дней. Поэтому гипотетически такую ситуацию представить можно, но она довольно маловероятна. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Михаил меня зовут. Да, Михаил. У меня вопрос такой. Скажите, до какой степени наш человеческий род может проявляться вечности, да? Если вот дикий животный, у них есть число, сколько им раскладив. Вот эти болезни все, мне кажется, сортируют, потому что будет наш человеческий род ходить по земле кругом, топтаться, топтаться, не умирает ничего. Вот сколько это есть. Спасибо вам. Сколько нам всем осталось в глобальном смысле? В современном понимании человек возник несколько сотен тысяч лет назад. 200-300, ну там есть разные дискуссии, но порядка 200-300 тысяч лет назад. И изначально время жизни, средней продолжительности жизни для человека, оно было относительно небольшое, порядка 20, позже 30 лет. За последние примерно 100-200 лет благодаря медицине продолжительность жизни человека очень сильно возросла, фактически удвоилась. И все еще медицина продолжает развиваться и продолжительность жизни, как мы знаем, довольно сильно увеличивается и вот прям в чине нашей жизни. Сказать, что мы в какой-то момент человечество закончится довольно сложно, пока для этого нет каких-то предпосылок. Понятно, что развитие медицины с увеличением продолжительности жизни увеличивает вероятность того, что людей будут просто становиться больше и больше и будет определенное перенаселение планеты. И кроме инфекционных заболеваний есть много других сопутствующих проблем, начиная от проблемы питания, которые сейчас есть во многих уже странах мира и заканчивая просто вопросами где жить, за счет какой энергии жить и так далее. Но пока что каких-то очевидных причин, почему человечество должно начать умирать, нет. Бессмертие, насколько это, ну понятно, что не в ближнесрочной, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе, насколько это реальный, ну то есть можно ли с научной точки зрения решить этот вопрос, учитывая, что нашли медузу, которая, как считается, обладает этой возможностью реинкарнироваться постоянно, то есть регенерировать свои клетки, таким образом она не умирает. То есть может ли человек когда-нибудь, может ли случиться так, что человек станет бессмертным? Или это все-таки утопия такая? Ну такая возможность бесконечно долго делиться, размножаться, она существует у многих организмов, практически у всех бактерий, у дрожжей, у простейших вроде медузы или других полипов. При этом бессмертия практически никогда не существует у высших организмов. И проблема тут как бы довольно простая. С точки зрения эволюции бессмертным вид не должен быть в принципе, потому что собственно в ходе эволюции должны появляться новые особи, потомки. У этих потомок должны появляться новые потомки и так далее. Потому что именно в ходе размножения появляются новые генетические варианты, которые могут давать приспособленность к каким внешним средствам. Если представить себе, что есть некая популяция организмов, которая живет бесконечно долго, то любое малейшее изменение в условиях среды такую популяцию почти мгновенно убивает. потому что она не может к этим изменениям условий среды адаптироваться. Есть довольно много проблем у человека, из-за чего человек не может жить бесконечно долго. Ну это в первую очередь появление онкологических заболеваний, нейродегенерация и многие другие проблемы. С ними медицина пока довольно относительно успешно справляется, и поэтому собственно продолжительность жизни увеличивается. И можно ожидать, что лет через 100 люди будут жить по 150 лет условно. Не знаю точно сколько, но наверное порядок будет такой. А предел хрифлика, то есть можно ли его обойти? Это дискуссионный вопрос, но пока что он точно не является причиной для смерти человека. Но нужно понимать, что даже если мы увеличиваем продолжительность жизни до 150 лет, одновременно с этим у людей должна снижаться рождаемость. Ну и просто не знаю, что будет перенаселение. И тут очевидный вопрос, а что ценнее продолжительность жизни или способность к размножению, возможность размножаться. И это вопрос к обществу, что для общества важнее, жить конкретному человеку или иметь возможность иметь детей. Ну размножение тоже в какой-то степени наше бессмертие, наверное, если так говорить, философски может быть. Ну философски с точки зрения, да. Но тем не менее, ведь человек, как мы знаем, существо достаточно эгоистично, это желание быть вечно молодыми, вечно здоровыми, вечно красивыми и так далее. В общем-то, индустрия красоты под это заточена, да и в сказках можно найти молодильные яблоки и так далее и тому подобное. В этом смысле генетика знает ответы, можно ли в перспективе сделать так, что человек будет оставаться вечно молодым? Ну пока что конкретных решений к вечной молодости нет. Есть определенные вещи, которые генетика понимает, как работает с точки зрения молодости косметической или молодости просто организма, но пока что каких-то конкретных инструментов, которые позволяли бы человеку быть вечно молодым, нет. И ну тут вот мнение, а не там заказанный факт. Мое мнение в том, что вряд ли когда-нибудь мы сможем человека в том виде, в котором мы есть сейчас, сделать бесконечно долго живущим или живущим какие-то многие сотни лет. То есть нельзя остановить вот это старение клетки, по сути, это главная проблема или что-то другое? Есть много проблем, которые возникают в организме человека, и старение клетки это одна из этих проблем. Есть накопление мутаций, которые происходят в нашем организме. то из которые пока что невозможно справиться фундаментально. Можно обнаруживать онкологические проблемы, с ними быстро справляться, но они будут возникать и возникать вновь и вновь. То есть практически каждый человек за свою жизнь столкнется с онкологическим заболеванием, то есть если он доживет до определенного возраста, как говорят некоторые врачи. Ну посмотрите, раньше, когда я там в жизни человека была 20 лет, самой большой опасностью для человека было умереть в когтях у волка или медведя. Вроде люди перестали умирать в когтях у волка или медведя, начали умирать от инфекций. Люди умирали от воспаления легких, никаких других проблем, от заражения крови. С этим медицина тоже справилась. Дальше люди начали умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот там прошлый век эта история как раз борьба. Сейчас проблема это онкологические заболевания и следующие за ними нейродегенеративные заболевания, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Ну, с онкологией все идет к тому, что чаще это научится лечить или профилактировать онкологические заболевания, а вот с нейродегенеративными заболеваниями пока есть сложности. Наверное, в течение времени медицины и с нейродегенеративными заболеваниями тоже научатся справляться. Люди будут жить дальше и доживать до каких-нибудь следующих проблем. Всегда будут какие-то причины для смерти. В чем, кстати, главная сложность вот, скажем, той же болезни Альцгеймера, учитывая, что ученые знают, что вырабатывается определенный белок и, соответственно, его можно даже просчитать, но, тем не менее, ничего с этим нельзя сделать. Звучит, с одной стороны, я понимаю, сейчас я очень упрощаю до обывательского уровня, очень просто. По идее, вырабатывается белок, уберите его, соответственно, таким образом решите проблему. Ну, понятно, что это вершина айсберга и это такое обывательское отношение. В чем сложность этого, учитывая, что мы знаем, как это работает? Ну, одна проблема заключается в том, что этот белок в целом нужен организму, нельзя его просто убрать. Если его просто убрать, то такой организм не может жить, не может существовать. вопрос количества этого белка. А вторая проблема, ну, довольно сложно заставить только определенные клетки что-то перестать делать в уже сформированном организме, особенно, когда это нервные клетки внутри головного мозга. К ним довольно сложно просто получить доступ. Они довольно сильно защищены от каких-то внешних воздействий. Можно ли объяснить, почему эти заболевания приходят к человеку? Опять же, вот есть такие философские даже размышления на тему, что это возвращение к детству, чтобы не было так страшно умирать. И, соответственно, когда человек в Альцгеймере или в другом соответствующем заболевании, то он, в общем-то, уже не осознает свою смертность. Ну, это такая не теория даже, а размышления, о которой я считал одного ученого. Есть ли какое-то объяснение, почему эти заболевания приходят к нам? Ну, это скорее вопрос со случайностью. То есть, так получилось, что организм человека в определенном возрасте склонен к нейродегенеративным заболеваниям. В возрасте чуть раньше, чуть моложе, он склонен к онкологическим заболеваниям. Еще раньше к другим. Так получилось. Это не имеет никакого отношения к тому, что легче человек умирать или не легче. То есть, смысл искать в том или ином заболевании с точки зрения науки, с точки зрения эволюции не следует? Это просто часто результат ошибки? Как я понимаю? Ну, с точки зрения науки интересно изучать причины какого-то заболевания, чтобы понять возможные механизмы лечения этого заболевания. А вот с точки зрения философии искать смысл появления каких-то заболеваний, наверное, не нужно. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Генетик, один из создателей компании Genotec, Валерий Ильинский был гостем программы. Абонент доступен. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо большое вам.